Впервые после четырех месяцев перерыва бейсболисты Крымского федерального университета пришли на тренировку. Они готовятся к чемпионату России, в котором еще ни разу не выступала студенческая команда. Возвращение к тренировкам было не из легких, говорят игроки. По их словам, даже бита в руках чувствуется по-другому. А за время пандемии многие навыки и вовсе утратились. Но и без этого спортсмены верят в успех на будущем чемпионате. Настроение очень хорошее, потому что долго не играли. То есть все заряжены, все готовы. Плюс чемпионат скоро, все очень готовы. Настроение отличное. На первую тренировку спортсменов пришли посмотреть даже их друзья и знакомые. Чемпионат скоро, поэтому поддержка особенно важна, говорят бейсболисты. К чемпионату России вот только начали готовиться. Сейчас планируем примерно двухразовые тренировки. Подключаем бассейн, медицинская академия. Естественно, все вкупе, тренажерный зал будет. Бег, кросс, ну и тренировки. Большое количество бросков, отбиваний, ловли. Это все залог успеха. Во-во-во, то что надо. Проводить тренировки стало возможно после соответствующего указа Министерства спорта по Республике Крым. Однако спортсмены обязаны соблюдать все меры по предотвращению распространения коронавируса. Хорошо. Кроме тренировок разрешили сдачу нормативов для студентов и школьников. Учащиеся КФУ теперь могут готовиться к поступлению в военный учебный центр. Если бы не были проведены эти подготовительные занятия, то результат был бы намного хуже. Потому что студент сам себя не может заставить выполнять физическую нагрузку в том объеме, в котором необходимо для хорошей сдачи контрольных нормативов. В среднем каждое лето поступать в военный учебный центр планируют около 250 студентов. Конкурсный отбор в этом году закончится в августе и пройдет его всего 72 человека. Поблажек в связи с коронавирусом, по словам преподавателей, не будет ни для кого. Святослав Долгачев, Клементий Громов, Олег Кужель, Александр Лукьянов, Владимир Чернышев. Вести. Крым.